Привет, друзья! Снова с вами международный гроссмейст Роман Ивечко. Итак, еще раз записываю многострадальный первый тур Олимпиады в Батуми. Партии, сыгранные защитой Каракан. На этот раз схема будет другой немножко. Итак, атака Панова. Встретилась в целом ряде партий, и все они объединены в один файлик. Итак, вот атака Панова. Самым титулованным игроком, в чьей партии встретилась эта схема, был Сергей Карякин. Он играл черными, и мы будем смотреть с точки зрения черных все эти партии. Вот так. Значит, в этой позиции, мое мнение, что сильнейшим ходом является g6. Алексей Дреев, с подачи Алексея Дреева в первую очередь, который много и успешно играет конь c6, стал популярным этот ход. Ну а ход e7, e6 чаще всего переводит позиции в известные варианты защиты Немцовича, либо ферзевого гамбита. В зависимости от того, как в этой позиции сыграют черные. Чаще всего они ходят слон b4. Это вот именно так сыграл Сергей Карякин. Наименее удачным ходом, на мой взгляд, является ход конь c6. После c5 белый слон выходит на b5. Эта позиция тоже встретилась на турнире. В первом туре Сайдели Юлдашев обыграл... Не помню кого. Узбекский шахматист, в общем, очень неплохой гроссмейстер. Значит, слон e7. Я лично не играл никогда, потому что мне казались вот эти позиции очень опасными. Слона чаще ставят на d3. Ну вот в этой партии был слон c4. И мое мнение, что здесь у белых вполне неплохая редакция. То есть, редакция позиции с изолированной пешкой, которая трансформировалась на данный момент в изолированную пару пятой пешки c3 d4. А при случае белым нужно ее еще раз трансформировать в позицию с висящими пешками, что даст им неплохие шансы на атаку. Есть также у белых идея h4 и в дальнейшем конь g5. Но в партии было слон e3. Черным надо было сыграть b6, слон b7, на мой взгляд. Ну вот они и так сумели это сделать. И тут белые зевнули качество. В общем, партия слабых шахматистов. И дальнейшего изучения не заслуживает. После слона e7, а после слона b4, возможно, несколько ходов. В одной из партий, опять же, первого тура был ход cd. Одним из основных ходов является слон d3, не опасаясь взятия на c4. В этой позиции есть очень интересный ход ферзь c2. Так со мной как-то играл Александр Карпов из Новосибирска, который представлял узбекистан. То есть узбекскую шахматную федерацию. Почему, непонятно. Ну, для меня непонятно. Может, он там жил когда-то. И очень хорошо меня обыграл. Я эту партию когда-нибудь прокомментирую тоже. После слона d2 возникла такая тоже таби. Основной ход здесь рокировка. Именно короткую рокировку слон e7 играет. Черные попытались выиграть пешку d4 путем ферзь b6. Но этого им сделать не удалось. Вообще, белые могли просто взять на d5. У них чуть лучше за счет того, что слон d3 сильнее слона c8. Ну, и вот эта позиция тоже у белых вполне нормальная. Есть идея ладья c1, конь c5. У черных некоторые проблемы со слоном c8. А после b6, в b6, на мой взгляд, ход просто ужасный. Белые могли, сыграв ладья c1, поставить черных перед серьезными проблемами. Дело в том, что на d7 слона ставить не хочется, а на b7 ему просто плохо ставить. Черные испытывают серьезнейшие трудности. Им не так просто сохранить материал равный. Тоже видно, что играли не самые выдающиеся шахматисты. А против Сергея Корякина был сделан еще один слабый ход, c5. Дело в том, что коня на c6 нет. Вот мы при разборе следующей партии увидим, как важен для белых в этой позиции конь на c6. И это значит, что у черных очень простая легкая игра. Пока что угрожает конь e4. А после самого логичного хода слон d3, очень сильно b6. Пешку c5 белым не удержать. После размена важно взять именно ab. Черные взяли под контроль пункт c5. У них заиграла ладья, а слон c8 выходит на a6. И после размены белопольных слонов у черных полнейший порядок. Изолированная пара c3 d4 не украшает позицию белых. Пешка a2 тоже уже под давлением находится. И белым надо спасаться. Спастись им очень непросто. Во-первых, надо сообразить, что слон g5 фигура, которая в принципе не способна проявить активность. Мое мнение, надо было слон bf6 играть даже не дожидаясь хода h6. Не дожидаясь пока попросил. Но это как бы тоже... Вот здесь тем более надо было бить на f6. И пытаться после коня d2 провести c3, c4. Разменять одну слабую пешку. Получить другую на d4. Но получить шансы отнять где-то на b6. И перейти в, условно говоря, владение к 3 на 4. Который спасти. Ну, есть шанс спасти. Вот так. Понятно, что все это сделать очень трудно. Но так как белые сыграли, это игра совершенно безропотная. То есть, черные используют по максимуму поле e4, поле c4. Пешку c3 спасти очень сложно. Размен коней никак не облегчил белым оборону. Ну, пешка c3 слаба. Сейчас b5, b4 появляется идея. И еще ужасный зевок это f3. Но угрожает ферзь c6 в дальнейшем b4. Я думаю, что эту позицию спасти невозможно. Черные сделали мощный ход конь c5. Угрожает конь d3 вилкой. А после взятия у белых теряется пешка c5. И вскоре они сейчас еще и на c3 потеряют. Очень мощный ход h5. Собирается черная зафиксировать ходом h4 структуру. Но можно было уже сейчас нанести, на мой взгляд, ход, который черные нанесли. А нет, именно король h1 спровоцировала на этот удар. b2, бой b5, b4. И после cb ладья c1 белые сдались. Ввиду варианта. Король h2. При короле на g1 король бы ушел на f2. Кстати, да, можно было и при короле на g1 это все сделать. Без красивого хода h5. Кстати, то, что Корякин не сразу увидел удар b5, b4, говорит о том, что у него не самая лучшая форма на этом турнире. То есть, удар нанес на ход позже. На короле f2 было бы ладья c2 сразу. Он дождался ухода короля на h1. И вот из-за такой потери ферзя белые сдались. В следующей партии, в следующей партии, у нас белыми играл Дмитрий Яковенко. То есть, в двух партиях матча России встретилась защита Каракан. Он пошел е5. У черных здесь... Черные чаще применяли продолжение Хенкина c5, чем основной ход слоны в 5. Ну, в первом туре после c5 белые зачем-то ответили c3. То есть, тоже не самые титулованные шахматистки, по-моему, играли. И у черных масса лишних темпов. И вскоре отвалилась пешка d4. То есть, система Хенкина показала себя великолепно. Но на c5, конечно, сильнейший ход dc. И его изучение мы начнем со следующего ролика. Во втором туре Никита Витюбов сыграет dc. Против миди пошли слоны в 5. Он сыграл хони в 3. Этот ход основной. В партиях... Двух шахматисток, по-моему, тоже неизвестных мне. Встретилась слон d3. И в этой позиции основным ходом считается ход ферзь a6. Что снимает все абсолютно проблемы черных. Кроме одной. Не так просто перехватить инициативу. Если ферзь a6 отойдет от размена, то белые не могут рокировать в короткую сторону. Если разменяется, то черные начнут подрывать c5 и f6. И хотя выиграть непросто, на мой взгляд, у черных там полнейший порядок. Шахматистка сыграла конь d7. Мое мнение, это серьезная неточность. И вот важный момент, который я хотел осветить. Вот здесь, после конь g3, белые взяли hg и уверенно проиграли. А вот после fg у них появлялся серьезный ресурс. Линия f. Идея ладья f1, конь g5, давление на f7. Слон c1 из слона тупого превращался в потенциального зверя, который будет свирепцывать на черных полях. И, в общем-то, черные могли пожалеть о том, что не разменяли ферзей. Вернемся к партии Яковенко-Нусубуга. Дмитрий сыграл просто конь f3. e6, слон e2. h6, ну вполне возможный ход, хотя чаще играют конь e7 или конь d7. Рокировка. И вот здесь конь e7, первый звоночек. То есть еще не неточность, не ошибка. Но вот в этой позиции черные просто обязаны играть конь d7. И там своя очень длинная теория. А вот ответ конь g6. Ну, смысл его понятен. Черные хотят прыгнуть на f4 и загрызть слона e2. Получить преимущество двух слонов, да еще и в стесненной позиции важно помнить, что практически любой размен облегчает нам игру. В партии последовала конь b3, естественно. От хода конь f4 белые уверенно защитились. И грубая ошибка слон e7. После конь e1 угрожает g4, f4. Приходится ходить конь f8. Конь пожиратель темпов перебрался на d7. Что стоило четырех ходов в ущерб развитию. И белые просто начали накат на королевском фланге. Плюс они готовят еще и удар по центру. В ответ на c5 они готовят ход c24. Чтобы короля можно было достать везде. Дмитрий не упускает возможности улучшить положение своих фигур. Перед тем, как начать активные действия на королевском фланге. Ход f5 черные не могут предотвратить. Ведь конь a6, конь b8 это все впечатляет. Ну и в общем насладиться разгромом вы сможете самостоятельно. Партии я естественно опять же прикреплю под ролик. В следующей партии. Черными играл Аванесян. Шахматист с рейтингом более чем 2600 сборной Армении. И был такой спокойный вариант. Помимо хода слон c4 в этом же туре встречался ход конь f3. И белые. Ну вот этот порядок кодов популярен в интернете. Белые вроде все нормально расставили. Но у черных здесь очень простая игра. Они должны двигать пешку а сначала. Вызвать допустим а4. Чтобы можно было использовать поле b4. Где-то нужно стремиться. Обязательно надо поставить ладью на d8. Чтобы провести c5. После чего конь на c5 выскочит. Выгоден черным размен чернопольных слонов. То есть всегда нужно считать. В случае если белые сыграют c24. Им всегда надо будет считаться с выпадом слон b4. То есть пешку а надо двигать как можно дальше. Чтобы после a5, a4, a, b, a, b. Поле b4 в свои руки взять. И черные так и делают. Несмотря на то что белая пешка не на c4, а на c3. В общем-то у черных получше. Хотя пространство чуть меньше. Слон на b2 тупой. Ему бы на g3 попасть. А в идеале вообще поменяться на e7. И тогда конь сможет попасть на d6. И белые смогут претендовать на получение перевеса. А здесь слон на b2. Его крайне сложно активизировать. Черные должны поменять все тяжелые фигуры. По линии а. То есть на мой взгляд ход ладья а d8. Серьезная неточность. Но в дальнейшем черные вернулись к правильному плану. Оставили себе коня d5 против слона b2. Провели серию грамотных разменов. И уверенно реализовали преимущество коня над слоном. Там белые по-моему зевнули пару пешек просто. И вот партия которой я еще говорил. Из атаки панова. В атаку панова она пришла через скандинавскую защиту. То есть для чего белым допустим полезно изучать атаку панова. Да если понравится. Вот пожалуйста. Вам не нужно изучать ход коня в 6 скандинавской. Просто ходите c4. И после c6. Конь c3 cd d4. Вот вам атака панова. Саидалий Юлдашев играл белыми. Поэтому эту позицию смотрим с точки зрения белых. И так ход конь c6. Здесь у белых две возможности. Слон g5 и конь f3. Они считаются примерно равноценными. Но мне после слона g5 страшно не нравится ответ слона e6. Как и было сыграно в этой партии. И у черных отличная игра. Меня как-то помнится в Павлодаре. Просто отлично победил международный мастер Берри как козов. Черными. Эту партию я скорее всего тоже прокомментирую. Когда-нибудь. Вы можете считать это вот анонсом. То есть сегодня заанонсировал комментарии из карака на два своих поражения. Рубрику поражения давно не пополнял. Ну как-нибудь пополню. Надеюсь что в этом году. Вот этими двумя партиями. Слон b5. Белые хотят взять на c6 и получить проходную пешку c5. Но вот после слона бьет c6 bc. Играть b5 пока белые не готовы. Потому что черные сыграют cb. На ферзь бьет b5 ладья b8. На конь бьет b5. Начнут этого коня вязать. А после рокировки им уже b5 не дали. И вообще b5 провести уже не удается. Структура ужасная. Сейчас белопольный слон начинает свирепствовать. Он выходит на f5. Открытые линии тоже принадлежат черным. В общем черные здесь достаточно уверенно тоже победили. И из-за этого хода слона e6. Я играю в общем-то чаще конь f3. Вариант считался совершенно ничейным. Совершенно ничейным. Стараниями Александра Васильевича Филипенко. Ход слон g4 считалось, что проанализирован просто до ничейного результата. Но сейчас там нашли некоторые возможности белыми бороться за перевес. А в этой партии было сыграно e6. И по сути она перекликается с партией номер 1, которую мы сегодня разбирали. В ней если бы вместо конь c6 гроссмейстер Корякин вместо хода слон b4 сыграл конь c6, возникла бы та же самая позиция. После c5 позиция черных считается не очень хорошей. У белых ясный план слон b5, слон bc6. Захват поля e5. И дальнейшее надвижение пешек на ферзевом фланге с целью получить проходной. Эту партию можно считать учебной. Саидали очень уверенно продемонстрировал, как нужно проводить этот план. Значит, слон переходит на диагональ h2 b8. Другая возможность g2, g3 с той же целью слон f4 сыграть. И пешка c5 укрепляется. А после хода конь e4, ход выгодный, конечно, все размены здесь выгодны белым. Угрожает уже взятие на c6, потом взятие на e4. И черный приходится отступать на f6. Конь пытается попасть на d6 и забрать на f7. Его приходится брать. И у белых образовалась опаснейшая проходная, за которую черные пожертвовали фигуру. Надеялись, что за две пешки. Но в связи с тем, что король лишен королевской покои у нас без форточки. Вторую пешку им так и не удается получить. Белые либо проводят ферзя, либо остаются с кучей лишнего материала. Проводят ферзя или мастая. Вот такой разгром. И еще партия была из классического варианта пара партий. Не, вот здесь это система Петросяна-Смыслова. Классическая система это слон f5. Тоже одна, по-моему, партия достойная изучения. После кони f3, кони f6. Здесь белые избрали систему, считающуюся безобидной. Слон d3. И у черных совершенно никаких проблем. Кроме одной. Не так просто организовать какую-то активную игру. Тем не менее, шахматистке, которая играла черными, это удалось. Разменялись белопольные слоны. Главное, что здесь нужно черным сделать, это провести c5. Захватить линию d. И в идеале, либо создать белым изолятор на d4. Либо захватить пункт d4. То есть, дождаться, когда пешка c3 пойдет дальше. Посмотрим, как черные проводят свой план. Вот они провели c5. Теперь линия d в их руках. Конь на e5, конечно, красавец. Но неприятностей доставить не может. Ну и белые тут зевнули качество. Объективно, позиция белых похуже, но еще не до такой степени, чтобы уж вот так безропотно сдаваться. Была еще возможность сыграть конь f3 и начать размены. Ладья d2, либо ладья e5. Очень большие ничейные тенденции. И еще по партии сыгранные... А нет, все. На этом вроде бы все. А классика была, но в партиях не рейтинговых шахматистов. И это позволяет мне сделать ролик менее затянув. Ну что ж, спасибо за внимание. Продолжаю записывать ролики на тему защиты каракан на Олимпиаде. И уже в ближайшее время ждите появления ролика со вторым туром. Спасибо за внимание. С вами был международный гроссмейст Роман Овечкин. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки и так далее.